Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас в Доме знаний. Меня зовут Написат Зубайруевна. Сегодня мы проведем очередной вебинар, и одна из основных задач этого вебинара будет закрепление знаний по теме «Смысловые частицы». Предлагаю заняться этимологическим исследованием и мысленно перенесемся на несколько веков назад, в Древний Рим. Что может быть общего между мечом и гладиолусом? Если мы посмотрим в этимологический словарь, то узнаем, что оба названия «гладиолус» и «гладиатор» произошли от одного слова. То есть римляне видели сходство с мечом в листьях гладиолуса, поэтому назвали его происхождение слова «гладиолус». Если перевести на русский язык, слово «гладиатор» означает «меченосец». Итак, жестокий римский полководец, взяв в плен воинов-фракийцев, сделал их гладиаторами. Двум же из них, Севту и Тересу, друзьям, он приказал биться друг с другом насмерть, обещая победителю свободу и руку своей дочери. Но кровавая битва все-таки не состоялась. Разве могли юноши предать свою дружбу? И они воткнули свои мечи в землю. Тогда разъяренные римляне убили их. И вот на месте этих мечей гладиаторами в землю расцвели прекрасные гладиолусы. Именно с тех пор этот цветок считается символом дружбы, символом верности и памяти. Давайте найдем в тексте все частицы, рюклижных тетрадь и определим их разряд. Частица «Ж», частица «все-таки», «разве», «вот», «именно». Но мы потом их определим разряд, а пока проведем небольшой языковой анализ этого текста. Определим стиль данного текста. Стиль, как вы, наверное, это поняли, художественный. Если определить основные признаки данного стиля, то вы их видите. Это образность, наличие эпитетов, таких как «жестокий полководец», «кровавая битва», «прекрасные гладиолусы». Тип текста, повествование, конечно же, жанр, легенда. Итак, теперь перейдем уже к самому тексту, к определению частиц в этом тексте. А частица «Ж» – это усилительная частица. «Все-таки» тоже усилительная смысловая частица. «Не» – это отрицательная частица. «Разве» – смысловая вопросительная частица. «Вот» – смысловая указательная частица и именно смысловая уточняющая частица. Ребята, повторим ранее изученные. Итак, частицы делятся на формообразующие, отрицательные и смысловые. Формы образующей частицы, такие как «бы», «п», «бывало», «пусть», «да», «давай», «пускай», «более», «менее», «самый». Отрицательные частицы «не» и «ни». Назовем группы смысловых частиц по их значению. Вопросительные, такие как «ли», «разве», «неужели», «ли». Воскрицательные «что за», «как», «вот еще ведь». Указательные «вон», «авон», «вот», «авот». Частицы, выражающие сомнения, такие как «вряд ли», «едва ли», «чай», «авось», «куда уж». Уточняющие частицы, такие как «именно», «как раз», «ровно». Выделительно-ограничительные частицы, такие как «только», «лиш», «исключительно», «почти», «единственно». Усилительные частицы «даже», «даже и», «ни», «и», «же», «ведь», «уж», «все», «все-таки», «то». И частицы, требующие смягчения. Частица – это одна, это частица «ка». Она обычно присоединяется к глаголам повелительного наклонения. А теперь немножечко поупровожняемся. Итак, в каком из этих предложений есть и формообразующая частица, и смысловая частица? «Ты прямо герой!» «Я бы с тобой пошла в разведку!» «Именно в такой дождливый день есть возможность остаться дома и почитать хорошую книгу». Давайте скажем друг другу теплые слова, попрощаемся и разойдемся. Как хочется, чтобы поскорее наступил новый год. Итак, чтобы правильно выполнить это задание, я предлагаю познакомиться вам с алгоритмом выполнения этого задания. Что нужно сделать? Первое – прочитать внимательно эти предложения. Второе – найти во всех предложениях частицы. И третье – определить разряды каждой из этих частиц. Итак, что же у нас получилось? В первом предложении, ребята, есть две частицы. Это формообразующая частица «бы» и смысловая «прямо». Во втором предложении – смысловая частица «именно». В третьем предложении – формообразующая частица «давайте». И в четвертом предложении – смысловая частица «как». Получается, правильный вариант этого задания – это первое предложение. Потому что в этом предложении есть две частицы – и смысловая, и формообразующая. Еще одно задание. А здесь нужно указать, под какой цифрой неверно охарактеризована частица. Первое утверждение. «П» – это формообразующая частица, служит для образования формы условного наклонения глагола. Второе утверждение. «Вот и смысловая частица выражает указание на какой-либо предмет». Третье утверждение. «То» – это смысловая частица усиливает значение слова, словосочетание в предложении. И четвертое утверждение. «Разве» – это смысловая частица выражает восклицание. Опять я предлагаю вам познакомиться с алгоритмом выполнения задания, чтобы правильно выполнить это задание. Итак, первое, что нужно вам сделать – прочитать внимательно все эти утверждения. Дальше. «Проанализировать сведения о частицах». То есть определить разряд, выразить, то есть какие смысловые оттенки они выражают, или значения и так далее. Итак, посмотрите. В первом предложении, во втором и в третьем, ребята, в этих утверждениях приведены верные характеристики частиц разных разрядов. В четвертом предложении. В характеристике частицы «Разве» допущена ошибка. в определении смыслового значения предложения. То есть выражает не восклицание, а выражает сомнение. И, значит, нужно выбрать верную цифру. Это цифра 4. А теперь остается нам сделать вывод нашего вебинара. А в чем же заключается роль частиц в предложении? Частицы придают различные смысловые оттенки как предложениям, так и словам отдельно. Посредством частиц «Говорящие» выделяет слово, наиболее важное в данной речи. Например, «Обещал же он это сделать?» Или «Даже ребенок это понимает?» Или в таком предложении. И кто бы мог подумать? Работа должна быть только отличной. Дальше. Выражает вопрос. Например, «Верно ли это?» Или «Разве мне не жаль тебя?» Дальше. Выражает восклицание, названное каким-нибудь чувством. Например, «Что за уха?» «Да как жирна!» «Как хорошо ты, у моря ночное!» И выражает отрицание. «Брат не приехал, меня не ждали, домик оказался вовсе неплох». На этом, ребята, наш вебинар подошел к концу. До новых встреч в Доме знаний. До свидания. Продолжение следует...